Здравствуйте всем. Я хочу представить для начала Марию. Это Мария Зушкова. Она в нашем фонде занимается непосредственно тем, что изучает вопросы, связанные с потерями среди военнослужащих из Бурятии, из Байкалия и Иркутской области. Очень дотошно мониторит, проверяет, соответствуют ли официальные данные, потому что мы видим, может быть, в украинских источниках и наоборот, и так далее. Вся эта такая сложная, кропотливая работа. Но я думаю, что Мария представит нам немножко результаты этого. Действительно, как можно оценить масштабы трагедии уже с конкретными цифрами, выкладками и так далее. Сама Мария у нас ученая, поэтому ей чуть легче всем этим заниматься. Ну, собственно, первый вопрос. Буквально немножечко расскажу сама о себе и почему ты вообще взяла это направление, в том числе, а почему вступила в антивоенное, в принципе, движение, потому что была одним из инициаторов, кто хотел все это создать и так далее. Вот какова мотивация была, почему ты, собственно, этим занялась? Так, ну, тут, наверное, все просто. Я бурятка, когда началась война, когда пошли сообщения о пленных из Бурятии, конечно, ну, я не смогла оставаться в стороне, просто по соображениям совести. Меня хорошо слышно, да? Да, прекрасно. Ага, прекрасно. Что касается вопросов по данным о пленных. Просто когда началась война, когда создалось стихийное наше движение, буряты против войны, да, ну, встал вопрос о том, что кто-то должен этим заниматься. И поскольку у меня научный бэкграунд, я умею и люблю работать с цифрами, анализировать данные, да, я живу тут в Павальто, это место, известно, как Кремниевая долина, если что, мне есть с кем тут посоветоваться, да. Вот, и я всю жизнь занималась наукой, то, собственно, я и решила, что я буду этим заниматься. То есть это по существу. Ну, по существу я волонтер, ну, в данный момент уже, наверное, координатор волонтеров. Да, волонтер. Тогда перейдем сразу к делу. Ты много изучала, действительно, данных по потерям и так далее. Так ли их много, как нам кажется, или это просто предположение, что много жертв, и мы просто болтаем, скажем так. И какие основные выводы всего этого? Ты нам в прошлый раз очень интересно рассказывала в закрытом формате. Мы себя вывели в мир, чтобы ты рассказала всем, какие у нас выводы. Вот, собственно, интересно послушать. Да, ну, ситуация следующая. Что мы делаем вообще? Мы просто ищем данные по открытым источникам. Все, что было когда-либо опубликовано или публично сообщено в России. То есть то, что так или иначе подтверждено российской стороной. И мы плотно сотрудничаем с организацией наблюдателей Петербурга, сообществом наблюдателей на выборах, которые сейчас делают базу данных вообще по всем сообщениям погибших по всей стране. Вот. И в данный момент имеется официально или подтвержденных сообщений погибших более полутора тысяч. Однако, ну, есть основания полагать, что погибших, наверное, гораздо больше. Что касается Бурятии, у нас сегодня печальный юбилей, к сожалению. Сегодня был обнаружен сотый погибший, который так или иначе, ну, имел отношение к Бурятии. То есть или родился, или жил, или служил в Бурятии. И таких у нас 100 человек. Вот много это или мало? Вопрос. Вообще-то это очень много, потому что для сравнения, за 10 лет афганской войны погибло официально из Бурятии 26 человек за 10 лет. И двое пропало без вести. Да, и все мы знаем, какое влияние на общество афганской войны оказало. А вот тут у нас прошел месяц с чем-то войны. И у нас уже вот 100 погибших, которые имели отношение к республике. И Бурятия является лидером по количеству погибших на душу населения в республике. Не будем забывать, что наш регион небольшой по населению. И при этом он по абсолютному числу погибших один из лидеров. А уж по относительному, по моим данным, это лидер просто. То есть ближайшие два других лидера, ближайшие это республика Тыва и Дагестан. Но там все-таки соотношение, оно поменьше погибших к населению. Это раз. И во-вторых, в отличие от Бурятии, это регионы с очень молодым населением. У них средний возраст там один из самых низких в России. А Бурятия все-таки к таким регионам не относится. Там все-таки средний возраст населения, он ближе к среднероссийскому. То есть для Бурятии это вдвойне катастрофа. То есть эта война, я бы сказала, как вампир, высасывает молодую кровь из Бурятии. Вот такая ситуация. А как ты думаешь, почему именно из Бурятии такое количество жертв? Как ты это объясняешь? Кроме того, что там много частей. Ну, во-первых, наблюдатели Петербурга, они провели анализ данных, и они установили, что да, действительно, есть корреляция между количеством погибших от региона и медианным доходом в регионе. То есть количество погибших, оно действительно, видимо, отражает такое бедственное положение населения, отсутствие работы, отсутствие перспектив, когда армия становится, ну, чуть ли не единственным таким крупным работодателем, которому постоянно нужны люди. Это первое. Значит, что из этого следует? Как раз-таки очень яркая иллюстрация, что практически нет погибших из Москвы. Там, ну, вот один опубликован в Москве и один под вопросом, да? При том, что Москва там какую-то огромную долю занимает от населения России. И очень мало из Питера, потому что Питер, ну, он как пять штук Бурятии, да? А там всего, ну, несколько человек погибших. Вот. И в связи с этим, ну, возникает такой вопрос, знаете, эта война, она, решение об этой войне, оно было принято, ну, не в Бурятии, да? То есть это решение было принято в Москве, но Москва не воюет, Москва сидит дома, а вот воюют и гибнут парни из Бурятии. Вот такая вот история. Те, которые вынуждены пытаться свести концы с концами, значит, возможности заработать нет. Тогда вопрос, как вообще можно оценивать вот масштабы, действительно ли это 9-11 по отношению к тому, что было в Америке после Кира? Да, да, да. Вот как раз в Бурятии, значит, я посчитала, во-первых, очень важный момент, да, что буряты, они вот примечательный народ тем, что они являются меньшинством, таким довольно маленьким меньшинством везде, где они живут, да, и в Бурятии самой, и в Забайкальском крае, в Иркутской области это меньшинство. Однако процент бурят среди погибших по всем трем регионам заметно превышает процент бурята среди населения. Понимаете? То есть непропорционально много гибнут буряты. По Бурятии, например, это вот от 40% и выше, да, вот смотря как считать, потому что погибших их трудно вот вычленить, кто от Бурятии, кто от Забайкальского края, да, но это в частности, по сути, мы же знаем, что 29,5% бурят в Бурятии по переписи, да, погибло почему-то больше 40%. Да, и в Забайкальском крае совсем катастрофа. Буряты составляют менее 7% населения, да, а от погибших их четверть, четверть в Забайкальском крае, так, то есть получается, что у нас погибло, ну, по нашим данным, вот подтвержденных только, да, там, 48 человек бурят, значит, бурят всего в России 460 тысяч, это соотношение, ну, вот по одному погибшему на 10 тысяч, это вопрос, много или мало, да, как это понять, а вот именно, если мы берем агломерацию города Нью-Йорка, вот там живет 20 с чем-то миллионов человек, так вот, если мы возьмем такое же соотношение от города Нью-Йорка, мы получим примерно количество жертв в терактах 11 сентября, так, и второе, если мы возьмем такое же отношение жертв к населению города Москва, ну, помните, в Перми, да, Боинг разбился, да, вот, да, в нем было, там, 150 мест, ну, вот это 8 Боингов, если бы упало одновременно с молодыми, здоровыми людьми в Москве, вот, такой масштаб трагедии, это катастрофа. тогда вопрос тебе тоже, как ты объясняешь, почему вот то, что мы наблюдали после терактов 11 сентября, это одна реакция, опять же, население, граждан и так далее, и вот вторая реакция в Бурятии, когда либо у нас буковки Z и все правильно, либо молчание, что вот как бы чего не вышло, учитывая, что это, ну, как бы погиб уже, например, твой сын, да, или там брат и так далее, ну, как бы чего уже тут терять, как это объясняется психологически? Ну, это сложно объяснить, вообще тут я должна пояснить, что я работаю с цифрами, не с эмоциями, да, поэтому здесь... Ну, это просто твое оценочное мнение, как вам? Да, это просто мое частное мнение, да, но я думаю, что тут сочетание нескольких обстоятельств, первое, как вот с Василием уже обсуждали, это пропаганда, конечно, вот, второе, это, знаете, общее чувство такого безразличия и беспомощности, такое усвоенное, наверное, людьми за эти годы, чувство, что там один человек, каждый думает о себе, что ничего не может изменить и что это бесполезно, вот, и потом, ну, что такое буковки Z, я не вижу особого воодушевления, по их поводу, потому что все эти ролики, которые я смотрела, там видно, что люди делают это по разнарядке, да, поэтому всерьез воспринимать это как такой вот маркер общественного мнения я бы не стала, да, вот как говорят, видны там, публицисты оппозиционные сейчас, мне говорят, что единственный маркер такого вот поддержки такой войны, это были бы очереди добровольцев в военкоматах, знаете, когда началась империалистическая война в 14-м году, там же шли толпы с иконами и портретами царя, и резервисты, они достали, из Насталина свою старую форму и надели, да, и вот там огромные толпы действительно шли, пели, боже, царь охрани, и был огромный патриотический подъем, причем это не было организовано там царской полиции, да, или охранкой, это действительно было совершенно искренне, вот, однако здесь мы что-то такого не наблюдаем, мы видим, что, ну, просто люди, которым на работе велели, допустим, да, опять-таки потому, что в республике нет работы, за свою работу надо держаться, да, и тому подобные вещи, то есть особой искренности в этом я как-то не наблюдаю. Ну, в дополнение, чуть-чуть это не совсем по цифрам, но опять же, ты сказала, что эти все солдаты оказываются в Украине, потому что в республике нет работы. Вопрос, почему в республике нет работы? Ну, да, это, конечно, это, конечно, вообще такая тяжелая ситуация, но я думаю, что это, так сказать, общая проблема для многих регионов, потому что, ну, вот у нас на втором месте после нас ТВА, да, и там тоже всего два работодателя, это правительство и армия в республике, да, и больше особо некуда деться, но это результат вообще всей политики, проводимой нынешним руководством российского в течение этих 20 лет. Вот такие плачевные результаты, к сожалению, да, если что-то есть в стране, оно есть в Москве, да, а вот в Бурятии этого нет, и вот в других таких регионах. Вот это результат путинской политики, к сожалению. Почему-то люди, ну, некоторые, не все, естественно, но вот, которые придерживаются другой позиции, считают, что это результат козни плохого Запада, который не дает прекрасной России развиваться и мешает Путину вставлять палки в колеса. А он ведь так хочет уже 22 года поднять Россию с колеса. Ну да, понимаете, всегда же нужно, чтобы кто-то был виноват, да, и желательно, чтобы не ты. То есть тут понятно, откуда берется этот месседж, он берется из телевизора, потому что все надо как-то народу объяснять, как-то продать этому народу эти факты. На самом деле, ну, знаете, если бы Россия, так сказать, развивалась и занималась своими делами и благоустраивала регионы, и там, и наконец-то сделала всем там в сельской местности теплые туалеты и прочее такое, ну, все были бы счастливы. То есть этот вот условный Запад был бы более всех счастлив, если бы Россия занималась такими вещами, чем ни с того ни с сего нападать на соседние страны. Поэтому... На что бы ты, извини, что перебила, на что бы ты вообще глобально обратила внимание еще вот непосредственно самих жителей Бурятии, исследовав вот эти массивы огромной информации? Вот там есть какой-то момент, на который, может быть, не обращают внимание обычные люди? Ну, лично для меня вот самым таким потрясающим, таким впечатляющим фактом было именно то, что диспропорционально почему-то много гибнут Буряты. Как ты это объясняешь? Вот. И в сочетании, в сочетании с данными наблюдателей Тетербурга, которые говорили про медианый доход, ну, я подозреваю, что экономическое положение этнических Бурят, оно хуже, просто, чем остальных. Оно хуже, действительно. Вот. Это первое. Второе, ну, не будем забывать вот вся эта дискриминация, да, работа там только славянской национальности и жилье только славянской национальности, это тоже влияет на самом деле, да, то есть это тоже в конечном итоге сказано, это системная вещь, да, это, по сути, ну, системный расизм, как вот в Америке сейчас говорят очень много, он и в России процветает прекрасно. Вот. И это системный расизм. на самом деле, вот то, о чем сейчас очень много говорят в Америке, это то же самое и в России, на самом деле. Опять же, почему тогда сами дискриминируемые меньшинства не видят, ну, глобально этого системного расизма? То есть, условно говоря, да, обсудить как-то можно, ну, и потом начинать, ну, что вы начинаете, там, обобщать, рассказывать и так далее, но при этом мы знаем, что примерно каждый, наверное, бурят, который выехал из Бурятии и пожил в Москве и в Питере, с этим сталкивался, да, когда ему говорят, там, вали твой в Узбекистан, но это просто я с этим сталкивалась. Да-да-да, конечно, конечно, конечно. Да, это хороший вопрос, потому что, ну, лично я всегда это понимала, поскольку, ну, я тоже, разумеется, жила в Новосибирске, и там лет 10, вот, можно сказать, просто жила в страхе, да, потому что я знала, что ко мне, ну, там, подойти наорать, оскорбить на улице, ну, совершенно спокойно. Я к этому привыкла. Понимаете, беда в чем? Мы научились воспринимать это как данность. Вот то, что наших ребят, там, 15 лет избивали и убивали на улицах, там, крупных российских городов, мы к этому приспособились и научились воспринимать как данность. Ну, я сама просто помню о себе, я думаю, ну, вот, нескольких человек убили, но по статистике же это мало, там, вероятно, все равно маленький. Как ученый, да? Да, да, да. Но мы же вот все знали, в какие места не ходить, там, где не ходить поздно, где не ходить одному, да, мы просто приспособились и мы привыкли к этому как такой, просто к плохой погоде, ну, просто потому что как-то выживать-то в этой ситуации надо, надо как-то жить дальше, продолжать свою нормальную жизнь. И вот мы просто приспособились и что называется, ну, вот как, я не знаю, как к плохой погоде или как к неприятному запаху ты привыкаешь к предстоящему ощущать, если он все время, да? Ну, просто проблема ведь в том, что получается, что люди могут приспособиться и к такому количеству жертв? Да, это, конечно, тяжелый вопрос, вот, но лично я, вот у меня есть такое, такое соображение, которое вот как раз-таки это то, что мало кто замечает. Сейчас расскажу, в чем оно состоит. просто в прошлом году я очень тщательно следила за историей с вакцинацией, с QR-кодами, я заметила потрясающую вещь, что если дело касается, вот неприятные какие-то действия правительства касаются каждого человека, и он понимает, что это его коснется, и он это не хочет, внезапно пропаганда перестает действовать, да? Вот не хотят люди прививаться, не хотят, чтобы им QR-коды вводили, и они более, мало того, что они самоорганизовываются, так внезапно у них просыпается способность находить иностранные источники на английском, переводить их самостоятельно и распространять, и ничего с этим сделать не могут. Во-первых, это я добавлю еще, смотри, и тут они начинают еще переставить бояться. Да, 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 да. И начинает бояться уже правительство. Правительство было вынуждено пойти на попятны, и эти QR-коды в декабре, они так и не были введены, хотя уже лежал в Думе законопроект, беспрецедентный случай для последнего времени. То есть это мне дает некоторую надежду, что тут то же самое. Понимаете, когда человек понимает, наконец, что это коснется лично его, и он это не хочет, и внезапно телевизор перестает на него действовать. Вот это меня поразило с этими прививками как раз. То есть ты все-таки надеешься, что не будет такого, что буряты приспособят, ну вот сегодня 100, там завтра 200, послезавтра 500, и в общем, ну вот что поделать, хамалуэ, да, как говорят на бурятах. Да, я думаю, что просто недооценивают это обстоятельство, потому что, ну, люди приспосабливаются все-таки, когда это где-то далеко. А когда это может коснуться каждого, потому что, ну, война сейчас, я боюсь, что для многих людей это все-таки как футбол по телевизору. Это как... Ну, с одной стороны, как футбол по телевизору, но с другой стороны, учитывая, что бурятов, в принципе, не так много, и, ну, мы же слышим, что это вот то, что сейчас происходит, это в Украине это сказано со всеми. Да-да-да-да. А вот поэтому, вот поэтому очень важна наша деятельность. Почему? Потому что наше государство, это очевидно целенаправленная политика. Что оно делает? Оно старается изо всех сил, чтобы данные по погибшим никогда не были собраны вместе и систематизировано поданы. И не было видно масштаба. Совершенно верно. Ну, кажется, ну, вот, жалко, конечно, один погиб, но два, ну, окей, ладно, мы дальше пошли на вечеринку пить кофе. Потому что, смотрите, данные, да, совершенно верно, данные по погибшим, они очень крайне разрозненные и они крайне обрывочные. То есть только у половины погибших, там, примерно, есть хотя бы дата смерти. Да? Дальше. Место гибели есть вообще редко у кого. Вот редко у кого и оно, может, крайне общо так сформулировано. Ну, где-то в Киевской области, там, где-то, где-то вот там. А, кстати, как-то объясняешь, извини, что перебила буквально, вот ты как статист, да, ты вот видишь, место там указанное и так далее. Но почему где-то у кого-то написано, что он героически погиб, там, борясь с нацистами украинскими, и вот указан регион, ну, там, район, соответственно, Украина конкретно где-то случилось. А у кого-то вот просто реально три строчки вообще без ничего. вот это интересный вопрос. У меня такое ощущение, что эти детали, вот как место, а, кстати, обстоятельства гибели тоже непонятно, там написано, что героически, а вот что конкретно произошло, ну, вот не поймешь из этих сообщений, да. У меня такое ощущение, что это сообщает тогда, когда это удобно, когда это даст какую-то, ну, вот приемлемую картинку, да, когда это даст какой-то вот героический духоподъемный образ или что-то такое, либо когда это согласуется с официально поданной точкой зрения. Если человек погибает на Донбассе, тогда пишем «погиб героически, защищая Донбасс от фашистов». Все прекрасно. А вот если он погибает там где-то вот в Буче, там, да, или в районе Киева, там, да, в каких-то этих местах, или же вообще там на вот этой вот атомной электростанции в Энергодаре, там, например, да, ну, вот там как-то неудобно уже. И если, с другой стороны, если уже сообщили какие-то детали, там всегда добавляют, да, что погиб героически, там, да, защищая там кого-то от нацистов, там, еще что-нибудь такое. Просто, чтобы это выглядело, ну, красиво так вот и убедительно. Тогда я хотела еще вот нарратив один добавить, уточнить точнее относительно одного нарратива. Изучали то, что происходит, произошло в Буче, ты, в частности, этим опять же занималась. Как ты думаешь, почему кремлевские телеграм-каналы стали активно распространять информацию о том, что, конечно, это не могли сделать прекрасные славяне со своими братьями, вот, и, конечно, это были дикари из национальной республики. Я цесирую примерно, где-то я это читала. Да. Ты думаешь, почему это происходило и, ну, понимают ли они, что, в принципе, они рубят сук, на котором сидят, и их оппоненты могут использовать вот этот вот их аргумент, когда они сваливают все нацименьшинство, как то, что не надо вам там воевать, потому что все равно вы окажетесь крайне. Да. Да, действительно, ну, как? Во-первых, они не думают так далеко, это очевидно. Если бы они загадывали так далеко, этой войны бы не было. Ну, очевидно, да? Вот. Но они думают, что это выгодно. Выгодно представить дело так, что вот виноват кто-то другой, да, свалить действительно на бурят, на туинцев и еще на кого-то. Вот такой уровень мышления и это тот же проявление того же самого системного расизма. Да, сказать, что, ну, вот во всем виноваты буряты. И это иллюстрирует реальное отношение к нам, да, к народу и вообще к другим национальным меньшинствам в России, как оно за просительское правительство, на самом деле, то есть используют как пушечное мясо, потом еще делают крайними, когда военные преступления обнаруживаются. Оказывается, это все бурятцы совершили, да? Хотя, казалось бы, я там посчитала даже, знаете, в той же 64-й бригаде, я специально не поленилась, нашла все бурятские фамилии имен отчества. Ну и что получается там, да? Ну и что получается там, да? Ну и якутов там человек 20, да? Ну и тувинцев человек 10. Ну и что? Значит, эти 60 человек, что? Они там, блин, совершили все военные преступления, да? А полторы тысячи русских рядом стояли и нюхали цветочки, так что ли? Ну не может такого быть. Ну ты знаешь, такой аргумент, честно говоря, помнишь, когда аннексировали Крым, вот, и объясняли, почему, значит, и кто их там обижал, спрашивали все, кто их обижал, если там большинство русского населения жили с Крымом. Да, да, да. И начали говорить про крымских татар, которые... Крымские татары. Но крымских татар, там процент или два от населения тоже, да? Конечно. Они что, всех терроризировали на протяжении нескольких лет, будучи очень маленькой народностью или как это работает? Очень просто. Это рассчитано на людей, которые просто не знакомы с ситуацией, которые не знают вот этих деталей. Это рассчитано на такое, знаете, эмоциональное восприятие. И поскольку украинцы, ну, они просто мало знают о коренных народах Сибири, да, за что я не могу их упрекать, все-таки другая страна и очень далеко от них. Ну вот, да, используют как раз-таки вот такой месседж, потому что это очень удобно, да, и потом, ну, есть еще исследование, так называемое, там, восприятие преступности в расовом контексте, да, очень-очень интересное исследование, опубликованное, ну, американские, в России такого не дождешься, да, там просто показано по опросам, что, значит, большинство населения, да, оно склонно преувеличивать долю преступлений, совершенных людьми другой расы, да, ну, в Америке это чернокожие латиноамериканцы, например, да, вот, в России у нас, у нашего любимого Рогозина был любимый месседж, что все преступления, там, да, у нас совершают мигранты. Этническая преступность, он говорил. То же самое абсолютно. То есть это вот как раз восприятие преступности в этническом, в расовом, я бы даже сказала, контексте. Да, это просто показано научно, что именно так все и есть, что люди склонны это преувеличивать. Если кто-то один что-то натворил, и он был другой расы, все будут думать, что вот они прям совершили, вот эти люди этой расы, они совершили прям все преступления. К сожалению, есть такая психологическая особенность. Но сейчас Рогозин у нас активно критикует нацистов в Украине. Да, очень рада, что с ними борются, не знаю. Да, да, да. Не нравится, если в принципе придерживаются. Да, если он сам нисколько не лучше. как он. Вот, тогда вот вопрос, да, есть действительно такое восприятие, что там отличные, скажем так, от большинства совершают преступления, и на бурятах действительно появился такой, да, такой пунктик в отношении бурят, имя, что боевые буряты Путина и так далее. Как ты считаешь, как можно и можно ли избавиться от этого прекрасного образа в кавычках? Да, это очень такой насущный, насущный вопрос. Ну, я думаю, во-первых, нужно всеми силами добиваться, чтобы эта война была прекращена. И нужно максимально, нужно максимальная открытость, да, нужно максимально стараться публиковать данные и по погибшим, да, и по вот этой ситуации с военными преступлениями и так далее. Это очень важно. Очень нужна максимальная открытость, чего от нашего государства не дождешься. То есть, это сразу упирается в вопрос, что вот при нынешней власти, да, к сожалению, я боюсь, что это невозможно, потому что нынешняя власть, мне такое ощущение, что она будет эту вот тему эксплуатировать до последнего. Вот. И с этим придется иметь дело, там, пока, грубо говоря, Путин в Кремле, к сожалению, с такими вещами нам придется иметь дело. Но по мере всего, конечно, будем противодействовать. Кстати, интересно, что, действительно, у меня такое ощущение сложилось, да, что украинцы, вот они правда хотят разобраться. Тут мне прям поразило, да, что... Конечно, у них сначала была такая эмоциональная реакция, прям, да, что вот опять бурят, и опять... Да. А потом я прям заметила, что эта волна пошла на спад, и люди действительно хотят разобраться и пишут об этом очень толковые статьи. Вот, опять же, по той же 64-й бригаде там утренцы спубликовали статью с такими же выводами примерно, как у меня. Да, только если начать с ними взаимодействовать, находясь в России и что-то перепощивать, да, то это у нас сразу фейк-ньюс, там, до 15... Конечно. Да, ну просто... Это про то, насколько российское государство вообще заинтересованное хоть какие-то расследования и альтернативы. Ну да, российское государство вообще не заинтересовано, я бы сказала, что люди хотя бы что-то знали вообще о том, что происходит. И вот это вот, например, такая странная разрозненность и крайняя вот фрагментарность данных о погибших об этом очень ярко говорит. Да, что просто они не хотят, чтобы люди знали полную картину, да, и они просто... Это вообще потрясающе, да, насколько вот замалчиваются все эти вещи, как будто они сами понимают, да, что это что-то позорное, да. То есть то, что знаешь, пытаются замести под ковер. Да, пытаются замести под ковер. И у меня объяснение там только одно. Они просто понимают, что эта война ничем не оправдана и совершенно бессмысленна, и по сути она преступна с их стороны по отношению и к народу Украины, и к народу России, и к народу Бурятии, да, что эта война просто одному человеку нужна, да, которая в Кремле сидит, и больше никому. Которому, как в октябре, исполнится 70 лет. 70 лет, да. И он, в отличие от вот этих ребят, чьи, к сожалению, смерти ты исследуешь и составляешь статистику, и ты там прекрасно видишь, что там возраст 20, 24, 30, 33, и так далее. Владимиру, у нас Владимировичу 69, скоро будет 70. Да. Ему очень нравится жить, но не очень понятно, почему ему не нравится, что другие люди тоже хотят жить. Да, совершенно верно, да, просто получается, что, ну, он просто играет нашими парнями, как пешками, да, получается, в своей, там, якобы геополитической игре, совершенно не задумываясь, не считаясь с потерями. Да, и... Но с точки зрения, мне кажется, ну, вот в нормальном государстве, федерации, реально существующей федерации, глава региона должен защищать свое население, свой регион. Совершенно верно. Мы это не видим от Алексея Самбыевича. Да, 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 да. Он, например, радостно отправляет всех в эту роль, а сам продолжает сидеть в Бурятии и выступать на каких-то уропатриотических концертах. Да. Да. Ну да, тут встает вопрос вообще в полный рост о личной ответственности руководства Республики Бурятия. Почему? Сейчас объясню, почему. По моим данным, да, вот когда я смотрю данные по регионам, вот есть, например, такая Республика Саха-Якутия, да, там население, ну, как в Бурятии, примерно. Вот, и якуты, они по численности, ну, там народ сравнимый с бурятами. Вот, и я вижу, что там от Республики Саха-Якутия, по их данным, по данным наблюдателей Петербурга, там двое погибших всего, да, от Бурятии, там, мы на сто человек насчитали, так или иначе связаны. То есть, сразу возникает вопрос, а что сделало руководство региона, вот как-то же оно сделало, да, чтобы их уроженцы не погибали там. И почему этого не сделает руководство Республики Бурятия, да, почему оно в этом не заинтересовано? Я думаю, руководство Республики Бурятия что-нибудь объяснило бы на тему того, что Якутия чувствует себя более вольготной самостоятельно, потому что у них алмазы и золото, и они пересылают их в Москву, и им, соответственно, Москва больше должна. Есть ли такое? Ну, сложно сказать, ну, просто как факт, да, просто есть регионы, где почему-то, ну, хорошо, не будем говорить про Сахайкутию, допустим, да, алмазы и золото, хорошо, но есть же Забайкальский край, да, вот в Забайкальском крае там огромная доля погибших только среди агинских бурят, а среди всех остальных она низкая, потому что там, население, оно, наверное, как в Бурятии, или даже больше, если я правильно помню, да, во всем Забайкальском крае, а погибших-то там, ну, 35, что ли, человек, из них 9-я агинские буряты, да, остальные как-то вот, не так много там погибших. Знаешь, есть еще такое объяснение, предположение, скажем так, вот у тебя просто на скидку, что потом как-то это применишь, или докажешь, или наоборот поспоришь, но некоторые считают, что такое количество, например, жертв, именно там, из Бурятии, например, или из Дагестана, оно связано с тем, что, как правило, в этой, ну, национальной республике, где, ну, принято, да, последний путь провожать, ну, как полагается, то есть, это слабо, можно представить, что там будет два человека на похоронах, или один, и больше никого, вот, как правило, собирается вся родня, ты сама это прекрасно знаешь, это там чуть ли не семь колен, и поэтому больше круг людей об этом узнает, а, и, соответственно, скрыть это сложнее, эти смерти, а в других, может быть, регионах легче скрыть смерти, потому что, ну, там, мама, я не знаю, тетя, пришли на кладбище, поплакали и ушли. Ну, не совсем, не совсем, вот, я, не верю лично, да, что в Москве полтора погибших, только потому, что вот там, оказывается, нет вот таких традиций делать большие похороны, что-то я в это не верю. Я думаю, тут все-таки какие-то другие механизмы, да, ну, Москва там, да, сколько там, 12 миллионов, да, только официально, на самом деле больше. Ну, потому что в Москве, да, как ты правильно заметила, есть другая работа, помимо того, чтобы убивать других людей. Вот, поэтому тут явно какие-то другие обстоятельства. Еще и я бы не сказала, что Москва там более закрытая, чем такие регионы, как Бурятия, это тоже не так. Вот, потом по поводу, ну, той же Якутии, я бы тоже не сказала, что она там, ну, прям в 50 раз более закрытая, чем Бурятия. мне так не кажется, да, вот, поэтому, нет, я думаю, что это один из факторов, конечно, потому что, действительно, я должна сказать, что по республике Бурятия по погибшему известно, как правило, больше деталей, да, чаще известно место службы, например, чем вот по другим ненациональным регионам, но есть такое, да, то есть я бы сказала, что там скорее вот факт такой, что если вот известно про погибшего, то про него будет известно больше деталей, да, в республике Бурятия, вот так вот. Вот, а по поводу того, что просто, ну, большая доля известна, ну, сложно сказать, вот это как-то трудно оценить, потому что, ну, опять-таки, ну, Якутия тоже национальная республика, да, Тува национальная республика, вот, ну, там, Калмыкия национальная республика, да, и, но факт то, что в Бурятии дела обстоят действительно хуже с погибшими. Так, я тебя, смотри, последнее одно из спрашиваю, собственно, ну, главное, может быть, то, чего я тебя не спросила, ты хотела бы сама сказать, вот, и дальше я предлагаю, я поняла, что, так как это мой первый прямой эфир, честно, я не люблю в Инстаграмах эту историю, я в эфире с Василием радостно не читала вообще комментарии, а нам их пишут, и здесь, в частности, пишут, но мне кажется, будет правильно абсолютно на них реагировать, и что на что-то параллельно. Да, вот есть ли то, что я тебя не спросила, и ты хотела бы сказать, и дальше я хочу почитать комментарии, тоже, может быть, есть какие-то вопросы, сразу на них отвечать. Ну, да, просто я хотела бы сказать, что вот были частные, частные истории, биографии погибших, да, на которые я обратила внимание, которые мне прям, можно сказать, покоя не дают, потому что, например, я заметила, что многие погибшие контрактники, контрактники, они имели образование какое-то, какую-то гражданскую профессию, они явно не собирались становиться солдатами, да, но были вынуждены, видимо, из-за отсутствия работы и перспектив. То есть у них были, это люди, у которых были свои какие-то мечты, интересы, амбиции, да, они не хотели гибнуть, на этой войне развязанной, неизвестно во имя чего, да, они хотели чем-то другим заниматься в жизни, вот, и, к сожалению, у нас вот такая ситуация, видимо, экономическая, которая не позволила им найти какую-то другую работу, да, вот были какие-то вот частные истории, ну, понимаете, ну, 40-летний отец семейства с тремя детьми, да, у которого было художественно-педагогическое образование, а он погибает в 40 лет в звании младшего сержанта, например, да, вот, или же там человек, у которого осталось, у которого осталось пятеро детей в Бурятии, да, например, вот, тяжелая история, это 18-летние ребята, 18-летние, да, которые, если и были контрактниками, то только на бумаге мы это понимаем, и они погибли, и от них не осталось даже фотографий в соцсетях, они даже там в Инстаграм завести не успели, от них даже вот в этих сообщениях, которые опубликованы, даже фотографий нет, я не знаю, как этот человек выглядел даже, и ему было 18 лет, вот за что они погибли, это же, ну, просто вчерашние дети, да, это же вот они только что были школьниками, у меня сын такой мог быть такого возраста, но я понимаю, что это дети, и у меня вопрос, у меня вопрос, а куда подевались все средства, выделенные на контрактную армию за эти 20 лет, вот 20 лет строят нам контрактную армию, а у нас все равно на войне там погибают, ну, 18-летние ребята, вот что это такое, как это можно было допустить, и куда делись все эти народные деньги, да. Мы же прекрасно понимаем, какой уровень коррупции в России было бы странно, мы обсуждали с Василием, чтобы везде была коррупция, а в армии внезапно нет коррупции. Конечно, да, или же вот история, значит, парень молодой, видимо, сирота, воспитывался дедушкой и бабушкой, а теперь лежит в братской могиле под Мариуполем, да, то есть может быть так, что у родных не будет даже могилы, чтобы на нее прийти, да, и вопрос, у нас же даже войны официально нет, да, вот, а почему в официально мирное время у нас гражданин России лежит в братской могиле, вот как это вообще может быть? Вот это, вот эта судьба мне тоже совершенно не дает покоя, как это вообще может такое получиться? Я тебя поняла, я с тобой абсолютно согласна, тогда вот тут просто в комментариях спрашивают, чем планируют заниматься фронты в этом смысле, в антивоенном и так далее, да, во-первых, действительно, ну, мы стараемся как-то медийно поддерживать, в том плане, если там, кому-то из родственников нужна помощь, кто-то ищет своих, там, сыновей, родственников и так далее, кто-то сталкивается с беспределом, произволом и так далее, пожалуйста, мы всем готовы помогать, а кроме того, мы непосредственно стараемся контактировать с юристами, которые знают о военном праве, опять же, если нужно понимание, как отказываться от контрактной службы, насколько это законно, какие могут быть санкции и так далее, опять же, обращайтесь к вам, мы будем присылать шаблоны, как это нужно оформлять, чтобы все было законно, вот, и без каких-либо последствий в будущем, ну и, собственно, еще одно из направлений, то, о чем говорила сейчас Мария, мы введем подробную статистику того, сколько действительно жертв, потому что Мария сказала абсолютно правильно, вся информация разрозненная, когда вы видите две фотографии погибших, это не сто фотографий погибших, и когда сто, это уже есть понимание того, что это как крупный теракт, в центре Лан-Удэ, я не знаю, взорвали торговый центр, вот со всеми кто там был, и вот сто, например, человек погибших, это как вы будете воспринимать, наверное, как что-то ужасное, это стоит воспринимать точно так же, вот, дальше я хотела почитать вопрос, и тут пишут о том, что, ну вот, иллюзии не осталось, что дальше, Маша, у тебя есть вариант, что дальше? Да, что дальше? Ну, самое главное, остановить войну, эта война должна быть прекращена, это война преступлений, это катастрофа для народа Буренции, вот это первое, что я хочу сказать, давайте прекратим эту войну, давайте этого добьемся. Ну, вот тут тебе отвечают, что, возможно, причина того, почему отправляют именно из национальных республик, тем, что в западной части России у каждого второго родственники и друзья в Украине, возможно, в этом причина. Да, я рассматриваю, кстати, это предположение тоже, потому что все мы знаем, да, что вот принцип формирования воинских частей был придуман Сталином, когда солдат отправляли на срочную службу вдали от дома, почему, с чем это было связано, а с тем, чтобы эти военные части потом использовать для подавления бунтов в соответствующем регионе, вот, поэтому, возможно, да, это продолжение того же самого сталинского принципа. А также тебе отвечают, что в Якутии нет воинских частей, как в Бурятии, в ТВ горная бригада и в Бурятии три бригады в Украине. То есть, это объясняет, почему же в Якутии нет. Ну, да, 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 я это обстоятельство тоже рассматривала, но в Якутии там служат, я знаю, что в 64-й бригаде в Князе Волконском, но там тоже не так много по абсолютному количеству, вот, но тем не менее, да, вот мы видим, что вот такое вот обстоятельство, что в 50 раз меньше, да, ну, отсутствие воинских частей, да, возможно, один из вариантов, просто потому, что там, когда она внутри региона находится, то сейчас там контрактники, они, как правило, служат все-таки недалеко от дома, вот. Однако, ну, там все равно это не объясняет, Бурятия является меньшинством в своей республике, да, и не объясняет, почему же... да, 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 причем еще важный момент, который забыл упомянуть, мы же как вычисляем Бурят, в основном по фамилиям и отчеству, да, но есть же еще Буряты, которые там русские, фамилии и имена отчества, да, 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 и они остаются как бы невидимыми, если там нет фотографий, деталей, биографии, то уже у нас один такой человек есть, он с виду очень похож на Бурята, но мы не можем определить его национальность, потому что он не был активен в соцсетях, поэтому мы не знаем. Вопрос тебя задает, как можно отговорить своих родственников от командировки в Украину? Да, это, в общем, сложный такой вопрос, ну, просто нужно знать факты, наверное, тут важно, потому что государство старается, чтобы люди не знали фактов, да, само, то обстоятельство, что в такой масштаб погибших, да, такая вероятность погибнуть, и, кстати, вот, очень такая циничная деталь, я бы сказала, среди погибших из Бурятии, много награжденных орденом мужества посмертно, но это самый массовый орден в России, и он не дает никаких льгот семье погибшего, да, то есть, какие-то льготы полагаются только герою посмертно, герою России посмертно, да, героя, ну, что-то я там не видела, что кому-то давали из военнослужащих, вот, поэтому вот такое обстоятельство еще, что человек может лежать в братской могиле, например, да, вот как в том случае, который я рассказывала, то есть, у родственников даже могилы не будет, даже не будет возможности его похоронить, да, потом ситуация с пленными, да, вот такое ощущение, что если ты попадешь в плен, а мы понимаем, что если сто погибших, то будут и пленные, это неизбежно, да, но про них же ничего не известно, про них только отрывочно, что украинская сторона там сообщает, да, тоже разрозненно, российская сторона молчит, у нас подтвержден только Сергей Ачиров, и то только благодаря действиям его мамы, так, российская сторона, во-первых, молчит, а родственники, они стараются, мне кажется, даже если они знают, об этом не говорить, потому что тогда им какая-нибудь перелетит прекрасная статья о госизмене, военная тайна, еще что-нибудь. Ну вот, а просто что получается-то? Это вывод очень простой, если ты попадаешь в плен, то про тебя в России никто ничего нигде не сообщит, не напишет, а отсутствие публичности, оно приводит к тому, что ну можно просто ничего не предпринимать, и никаких последствий от этого не будет, так? Дальше, по примеру чеченских воинов, мы уже знаем, что там так и не были опознаны даже те останки, которые удалось вывезти и доставить в Ростовскую судебно-военно-судебную лабораторию, потому что более сотни останков там в середине 2010-х были захоронены таки неопознанными под номерами, а родители, соответственно, таки не знают, что произошло с их сыновьями, да, то есть есть все основания ожидать, что здесь будет то же самое, да, что там 20 лет спустя таки не будут опознаны все погибшие, то есть мы даже не будем знать масштабы. То есть я думаю, что просто нужно знать все эти факты, потому что, мне кажется, просто зная вот эту вот настоящую картину, человек уже сильно задумается, стоит ли ему туда идти. Ну и потом я совершенно не понимаю, за что там вообще парни из Бурятии должны там погибать. Я не понимаю этого. Да, это здоровский мир. Конечно. Который, в общем, ничего хорошего, скажем так, нам не принес, только дискриминацию и бедность, ну и системный расизм. И что, зачем нам это нужно? Ну и потом, да, замечательно, Москва, значит, воевать не идет, да, а парни из Бурятия почему-то идут и гибнут. Ну вот что это такое? Да, и логика, да, Москва за русский мир воевать не идет. Да, 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 Москва сидит дома на диване, да, да. Как всегда, я бы сказала. Конечно. Да, вот тут итоговый, я резюмирую этот комментарий, а правильно еще пишут, в частности, пишет Екатерина из Испании, которая тоже участвовала в наших видео, за что ей огромное спасибо. Она пишет о том, что вот ты написала, вот сказала, помнишь, о том, что когда касается всех, то многие наши соотечественники резко становятся оппозиционными, и пропаганда на них там не действует, они уже и западные источники все переводят, и так далее. И вот она пишет о том, что действительно Путин на цемпе вакцинации повлиять не смог, несмотря на всю машину пропаганды и так далее. Да, 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 да. Это очень сильный пример, на самом деле. Но я не знаю, почему люди так мало об этом говорят или вообще этого нет. А я очень тщательно за этой историей следила. Это был совершенно потрясающий такой момент, потому что это был вот прям редкий-редкий, если не исключительный пример, когда действительно они были вынуждены пойти на попятную и отказаться от введения QR-кодов. Хотя, казалось бы, уже все было готово. Мы все знаем, что если Госдума – это бешеный принтер, если законопроект туда пришел, то он будет принят. Но он не был принят. Именно потому что просто испугаются, когда люди перестают бояться, начинают бояться уже правительство. И это вот прекрасный пример. Да, но на самом деле так и есть. То есть когда тут говорят, пишут в комментариях, в резюме, что и людей не осталось, и так далее, и что делать дальше. Ну, дальше остается только работать над этим, потому что, конечно, можно как бы согласиться, что все плохо, что государство у нас коррумпированное, нация-меньшинство у нас в постоянном углублительном, дискриминированном состоянии, где там ни языка не поддерживают, националист-меньшинство, вариант факультатива вынесли. И, ну, что сказать, да, если даже нормальных выборов в стране, в принципе, нет. Я как журналист неоднократно наблюдала, как все это фальсифицируется, как это все делается и так далее. Но можно, конечно, сложить лапки и решить, что все плохо, мы умираем все. Либо пытаться что-то делать. Если активно делать, если больше убеждать, там, в том числе своих знакомых, родственников и так далее, даже на локальном уровне, то действительно, как Маша правильно говорит, относительно того, что если мы перестаем бояться, бояться начинает правительство. Потому что, ну, иначе это не работает. Если действительно говорить, меня там как бы пронесет, мимо меня все это пролетит. На самом деле, как показали события 24 февраля, ну, ничего не пронесет, никто не сможет там сбежать с тонущего корабля, да. В принципе, мы все на нем. Вот. Хотим мы того или нет, с боевыми бурятами, мем нам всем очень удружил, в кавычках, опять же, да. И хотим мы, опять же, или нет, ну, мы любим свою страну, но у нас красные эти паспорта. Вот. И ты никогда не будешь стоять в очереди и доказывать со своим красным паспортом, что, ну, да, они вот так делают, но я-то против. Ну, то есть, это такая тоже конструкция, что все равно ты несешь ответственность за это. Хочешь ты или не хочешь. И поэтому твоя задача пытаться это как-то изменить. Ну, да. Увидится. Вот. Да. Не унываем, что делать, значит, работаем. Маша, тогда последний, вот самый-самый последний вопрос. Когда примерно ты будешь, собственно, презентовать уже непосредственно свой доклад, который мы могли бы распространять и читать, и вот остальные тоже сказать, когда он будет готов? Так, ну, это займет еще какое-то время, поскольку, ну, мы все только начали свою деятельность, да, и я не волшебник, я только учусь. Конечно, я буду очень над этим плотно работать, вот, но я сейчас пока не могу назвать, наверное, точную дату, просто чтобы не наврать. Ну, конечно, я постараюсь это сделать как можно быстрее. Все, тогда спасибо тебе большое. Если кому-то еще интересно, то какие-то подробности узнать, можно писать Маше, я думаю, да. Да. Если есть какая-то информация, тоже пишите Марии, она все это собирает, очень дотошно собирает в хорошем смысле, потому что здесь, конечно, нам поверхностный подход только навредит, да, для того, чтобы прекрасные оппоненты начали бы вопить, а вот они там все, вы все врете, как говорится. На самом деле все прекрасно, прекрасная маркетинг. Ну да, это, я бы сказала, не только поверхностный, но и эмоциональный, к сожалению, тут тоже вреден, да. Да, да. Вот, поэтому... Поэтому мы работаем с цифрами и фактами. Да, очень важно. А их мало, к сожалению, их надо добывать. Их надо добывать. И поэтому, если у вас вдруг, опять же, обращаясь к тем, кто смотрит, есть какие-то там полезные ссылки, где вы что-то увидели и так далее, вот, Мария, я думаю, будет благодарна, если все это получится. Да, конечно. Спасибо большое, Маша. Спасибо, что пригласили. Спасибо.